Приветствую вас, и вы знаете, немного странно, на мой взгляд, звучит ваш вопрос. Во-первых, вы здесь упоминаете депрессию, что является диагнозом, что является клиническим диагнозом, и этот клинический диагноз может ставить только врач-психотерапевт, то есть психиатр, клинический психолог, но ни в коем случае не вы. Это первое. Второе, вы пишете проблемы с мужем. Какие именно? С общением. С кем? Что это за проблемы с общением? Понимаете ли вы, Анастасия, как выстраивается общение? Ну, вообще, как оно выстраивается? На мой взгляд, нет. Дальше. Вы пишете с сексуальной жизнью. Что конкретно вы понимаете под проблемами с сексуальной жизнью? То есть, у кого-то из вас есть проблемы, да? С чем они связаны? Какого они рода? Давайте разбираться. Понимаете? К примеру, да, может быть, ваши проблемы и взаимосвязаны, но в основе всего, как правило, лежит только одна проблема. И эта самая проблема, она совершенно точно не имеет ничего общего с вашими проблемами с сексуальной жизнью. С общением, да, может быть, но не сексуальной жизнью. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь у вас не совсем адекватное целеполагание имеет место быть. Вот. Хотя, конечно, я могу здесь и ошибаться, безусловно, но тем не менее. Потому что очень мало информации вы предоставили себе. Что-то не так, то мне, то ему. Ну, смотрите. Что-то не так, давайте будем все-таки брать ответственность исключительно только за, к примеру, себя, да? За вас. Только. Вот. То есть мы не будем брать ответственность за вашего, к примеру, супруга, да? Потому что если что-то не так ему, да, если что-то не так именно ему, то это, наверное, все-таки его трудности, наверное, все-таки это его проблемы. Вот. И, соответственно, нужно, чтобы он свои проблемы решал сам. В никаком случае не через вас. Вот. Значит, вы пишите, что постоянно что-то не так, то мне, то ему. Вот что вам не так? И что вы делаете для того, чтобы это не было? Ну, чтобы это было по-другому. Что вы делаете для этого? И делаете ли вы что-то для этого? Знаете, какая история? На мой взгляд, это очень важный момент, потому что если вы, к примеру, столько, ну, если вы только предъявляете претензии своему мужу, но сами ничего не делаете, для того, чтобы что-то изменить, то вот вам уже основа для деструктивных отношений. В принципе. Вот. Поэтому тут, конечно, тоже нужно разбираться. На мой взгляд. Вот. Далее вы пишите, что вечные ссоры у вас. На мой взгляд, это тоже весьма, весьма... сегодня знак, потому что за ссоры ответственность несете вы. В том числе. То есть, мужчина несет ответственность за ссору, ну, как-то, со своей стороны, да? Вот. А вы несете ответственность за ссору со своей стороны. Вот. И когда вы говорите, что вечные ссоры, вы, это, по сути, вы как бы жалуетесь на это, говорите, что вот у нас постоянные вечные ссоры. Ну так, извините, а вы сами не ссоритесь? А, и ссор не будет. Но вы ссоритесь. Значит, для этого есть причина. Вот и… нужно понять. Ээээм. Что это за причина. Такая, такая, что она из себя представляет. Ээээ. Причина. Такое, что вы, вот, ээээ. Причина того, что вы, эээээм цер�ист. Аээм... Ээээм. Значит, с, эээм... Именно вы ссоритесь, не он, про него ничего не говорю. Дальше, начинается депрессия, очень встречная у кого. Что значит депрессия? Что вы подразумеваете под депрессией? Возможно у вас имеет место быть депрессивное состояние, оно действительно возможно имеет место быть депрессивное состояние. Но еще раз повторю, депрессия это диагноз. Как взять себя в руки и не брать себя близко к сердцу? Как взять себя в руки, это вы что подразумеваете под депрессией? Зажать свои эмоции, зажать свои желания или что? Не надо себя брать в руки, нужно наоборот раскрывать все свои желания, все свои потребности и адекватно их удовлетворить, либо с мужем, либо без него. Иначе будет только хуже. Вот. Вы пишите перестать принимать все близко к сердцу, так давайте определим, что вас задевает. То, что вы принимаете все близко к сердцу, говорит о том, что безусловно себя вы не принимаете. Вот. И нужно именно себя принять. Безусловно себя принимать. Для этого требуется работа над собой. Вот. Да нет, принятие, безусловное принятие себя это абсолютно работа над собой. Вот. В том числе и личностный рост. Вот. Но, тем не менее, да, вас что-то задевает. А если вас что-то задевает, значит, это ваше слабое место. Если это ваше слабое место, значит, либо вы считаете, что у вас этого не должно быть, либо вы просто себя за это вините, скорите, обвиняете и так далее. Что, по факту, да, никакой погоды вам не делают абсолютно. Вот. Вот так. Если вы будете раскрывать свои желания, то и, как бы, пристаньте близко к сердцу, я бы понимаю. А то мы из-за него ругаемся, то из-за моей депрессии, то из-за его. Ну, через черт представим, что депрессия или депрессивное состояние – это подавление ваших желаний. И, соответственно, раскрытие их, грамотное раскрытие их, реализация их, взятие на себя ответственности за них личной. Это является первостепенной задачей. Вот. Мне кажется, что, я посмотрел ваш предыдущий вопрос, мне кажется, что вы слишком многого ожидали от своего мужа. Ну, вот, вы порвали все связи, вы, по сути, поломали всю свою жизнь, ну, как бы, социальную, да, и так далее, ради мужа. И, по сути, перестали общаться со всеми. И теперь вы, по сути, находитесь только в роли жены. Вот. Как бы. А это не есть хорошо. То есть, вы, по сути, вы выполняете только одну роль, роль жены. И все. Других и других ролей у вас нет. Вот. Человеку для полноценного существования нужно все роли. Весь набор ролей нужен. Вот. А у вас этого нет. Соответственно, нужно, с одной стороны, определять, почему, почему вы ради мужа перестали общаться, там, со всеми своими, со всеми своим окружениями, да, к примеру. Вот. И, с другой стороны, чем обусловлено ваше, ну, такое отношение к нему. И какие у вас ожидания, исходя из этого, имеют место быть. Может быть, вы чего-то боитесь. Вот. Возможно, не может быть, а, действительно, чего-то боитесь. Вот. Ну, тут нужно исследовать. И, в идеале, лучше всего, чтобы вы и муж обратились на прием к психологу вместе. Вот. Ну, может быть, посмотрите, хотя бы, ваше совместимость на психологическом уровне. Вот. А дальше все будет видно. У кого какие проблемы, и, собственно, если у вас есть у тебя проблемы, то с ними можно и нужно работать. Сами по себе они не уйдут. И брать себя в руки – это абсолютно не вариант. Проблемы не решают. То, что вы себя склонны брать в руки, как раз таки и являются причиной того, что у вас возникает депрессивное состояние. То есть, вы подавляете свое желание. Это путь никуда. И уж точно не к счастливой семье. Вот. Ну, и чувства, чувства ваши к мужу тоже мне кажется нужным рассматривать, что вы чувствуете к своему мужу, чего вы хотите для него, как вы его видите. Вот. Это все нужно. И сейчас. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.